Добрый день! Какова была эта победа лично для тебя, для команды изнутри? Добрый день! 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 Я тут, придерживаюсь своего контракта, я профессионал, выполняю свое дело и стараюсь помогать команды выполнять свои цели на сезон. В принципе, в приоритете у тебя уехать, либо подписать еще один контракт, остаться в Милсами. Ты лично, чего бы больше хотел? Душа, к чему лежит больше? Ну, у меня цель каждый день становиться лучше, как футболист. И поэтому, если придет нужное предложение, лучше для меня и для клуба, поэтому будем рассматривать там. Но у меня цель на каждодневный работать и повышать свое мастерство, поэтому буду смотреть уже по ситуации, как оно будет. Еще такой вопрос. Я знаю, ты очень много бывал на просмотрах в различных, так скажем, популярных клубах. Я знаю, как-то мы с тобой тоже общались. Рассказал историю, что ты, когда с Зимбру уехал, ты так отчасти случайно попал на просмотр в Испанию, в высшую лигу, в Испаниол, да? Или в Бетис? Да, расскажи об этом, расскажи эту историю. Как тогда так вышло и почему там не удалось остаться? С документами что-то не вышло? Ну да, с малых лет я мечтал играть в Европе, поэтому, когда у меня истек контракт в Зимбру, у меня появился вариант за счет знакомых поехать на просмотр в Сант-Андер, в Расск-Сант-Андер. Тогда он в высшей лиге был? Да, да, они тогда шли хорошо на шестом месте или очень хорошие футболисты были. Поэтому я уехал в 19 лет. Помню, тренировался со второй командой. Даже во второй команде я был один из самых молодых, потому что там придерживают где-то до 22-23 года. Мне было 19, даже подогревался с первой командой. Где-то был шанс остаться там, но у них была проблема с легионерами, поэтому надо было как-то европейский паспорт иметь. А на тот момент, ну, Молдова, сами понимаете, проблемы с документами уже появился вариант со Швецией. Ну и оттуда уже уехал в Швецию, там уже отыграл 5 лет. Ну, это уже история, то после этого что случилось. Понял. А ты еще в Англии был на просмотре. Расскажи тоже, какой клуб, как там тоже оказался, почему тоже не остался? Ну, то же самое. После тех 5 лет, которые я отыграл в Швеции, потом чуть в Дании, Финляндии, на протяжении получил шведское гражданство. То, ну, европейское второе гражданство, поэтому мне было, как-никак, Европа открылась уже, ну, не то что все двери, но другие возможности. Поэтому у меня получилось провериться, ну, поехать в Лиц, когда они еще ставили задачу выйти в Премьер-лигу, в Чемпионщик. Хорошо, на мой взгляд, прошел просмотр. Потом, ну, не то что не договорились, как все говорят, ну, недопонимание или что-то. Я показал себя хорошо, и поэтому мог оказаться даже в Ипсуче, там потренировался, потому что они, ну, были в проблематичных, ну, ситуации, могли выйти и вылететь. И тогда я уже получил травму, и после этого я вернулся, ну, в Молдову, в Вересе, восстанавливался пару месяцев, и поэтому не могу сказать, что застрял, но уже какой-то третий сезон играю в Молдове, но ставлю перед собой то, что я выполнил в Молдове, играя, ну, выигрывая чемпионат, играя в Чемпионс-лиге, Европе-лиге, это мне не удалось даже сделать в Швеции или в других чемпионатах, которые играл, поэтому плюсы можно найти даже в Молдавском чемпионате. Короче, твоя карьера такая, футбольная романтика. Ну, так и есть, это есть, наша профессия есть как романтический, ну, образ жизни, поэтому где-то в душе я поэт, романтик. Понял, спасибо тебе за интервью и успехов с командой в этом сезоне, и, может быть, еще одного кубка тебе поднятого над головой в этом сезоне. Спасибо, сделаем все возможное, чтобы добиться результата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!